283 миллиона рублей. Столько больничных югорчанам начислили в первые две недели года. С 1 января пособия перечисляют напрямую с фонда социального страхования. Предприятия за свой счет оплачивают лишь первые три дня больничного. В дальнейшем же лист нетрудоспособности оплачивает фонд соцстрахования. По новым правилам в течение пяти дней после закрытия больничного бухгалтер должен направить фонд электронный реестр. В течение десяти дней фонд соцстраха перечисляет деньги на счет работника. Если документы оформлены верно, выплата застрахованному может поступить и раньше. Статус своего пособия можно отследить на сайте фонда соцстрахования. Новый тренинговый центр поможет лангипассам спастись при инсульте или инфаркте. Фельдшер скорой помощи с 20-летним стажем Эдуард Кузьмин решил научить горожан помогать самим себе в экстренных ситуациях. Как организовать доброе дело Эдуарду рассказали в местном ресурсном центре. Он курирует работу НКО. Всего в Лангипассе зарегистрировано около 30 некоммерческих организаций. Они оказывают психологическую и медицинскую помощь, организуют досуг, развивают технические виды спорта. Самые активные представители собрались, чтобы обсудить концепцию развития ресурсного центра. Первые результаты совместной работы можно оценить уже через полгода. Одно из требований грантовой поддержки – это информационная открытость. И мы готовы друг другу сейчас помочь, чтобы поднять социальные сети, как наполнить социальные сети, каким образом мы можем друг другу помочь. Рассказывается о планировании, рассказывается, куда нужно обращаться, куда бежать, что делать по месяцам, через полгода, какие результаты должны быть. На что мы должны тратить деньги, как правильно это сделать, все грамотно оформить, документально, рассказать людям о нас. Погорельцы в нефте Уганске получили маневренное жилье. Помочь с обустройством квартиры вызвались добровольцы. Напомню, в результате пожара 12 семей остались без крыши над головой. Вещи, которые не охватил огонь, залило пожарной пеной, поэтому местные жители остались без всего. За каждой семьей закрепили активиста, который поможет определиться, что нужнее всего из бытовой техники, мебели и продуктов. Их можно купить на месяц вперед. Также в чек-листе заявок есть свободная категория, куда могут войти канцелярия или средства личной гигиены. Чтобы обеспечить пострадавшие семьи всем необходимым, активисты будут работать с предпринимателями и общественностью. Для этого будут задействовать социальные сети. Каждый выстроит определенную работу, что нужно подготовить, что найти. Это уже будет индивидуальная работа с каждой семьей. Это нужно для того, чтобы работа велась, двигалась намного быстрее. Сургут. Семьи предпочитают отдыхать с детьми в Сочи. При этом среднем аренда жилья в Сочи обойдется в 1800 рублей, в Ялте 1400, а в Сургуте 2300 рублей.